А теперь только их отвлекает, когда его позовешь. Знаешь, тихие страны получили, как моя все глаза закрывала. Знаешь, тут задела я вот столечко, когда я ходила с этими мексиканцами плавать на всю ночь. Бывало, уйдет на рыбалку на всю ночь, а то вернется и опять. А бы волокче поймать, а другой опять в порядке пустит. Загадка старого Фреда очень проста. Тихий, достойный человек. Скажите, как это своим творцам было лично, чтобы они пошли вытухнуть от барахлом их туристов из автобуса, пока когда стерва прятался по телефону и не успела вмешаться? Федро! Панчо! Дай ле манетно! Делайте юрикоси! Рапидо! 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 Вещь, как ты тебя могу! В комнате фрэш! Вы хотите, чтобы я влез в его ботинки, наделал наше пинчжи и рассудился в комнате, рядом с вашей? Я, конечно, мечтал вернуться в этот Гамаковский фрэш! Я не знал, что я влез в его ботинки. Я не знал, что это было чаще. Только это и давало мне силу в теперечной поездке и в мыслях о возвращении к истинному призванию. У вас все-таки случаются проповеди, что к ухожанию будет проповедь не ради безбожных проповедей! Чего я бы вас попрал? Я не произнес ни одной безбожной проповеди! Хм-хм-хм! Я уже позвонила! За совращение и есть! По одной нужно не делать! А когда случилось первое из ваших грехопадений? Со вращением предшествовало ересь за несколько дней. Ко мне напросилась принять ее формально молоденькая учительница Техасского колледжа. Она была весьма хорошенькая с собой, но жилось и не сладко. Единственная дочка, родители по характеру напоминают старый век. И вот она приходит ко мне и делает признание. Любви? Не издевайся! Естественное или противоестественное влечение помешанному к помешанному. Вот что это было. А я в то время был жалкий ханжа. Я ей говорю, преклоним колено, дочь моя. И помолимся. Но мы встали на колене, так как упали на колену. А когда поднялись, я ей ударил. Обозвал потаскушкой и ударил. Она убежала, а на следующий день новость порезала себя папочкиной бринтой. Старая дева-папочка еще имела обыкновение принца. На смерть. Да прям только кровь показалась, но все-таки скандал. Представляю. Это могло вызвать пересудие. Вот именно. Вот именно. А на следующий день скажу я на каждой. И как увидел все эти самодовольные, тупые, осуждающие рожи. И мне захотелось их ошарашить, разбудить. У меня была заготовлена проповедь, смиренная и покаянная. А я запрятал ее куда-то болтать подальше. И сказал ему. Так знаете же, вся ваша теология, вся проповедь оставаны. А представление о Боге, как о старом мошеннике. Да-да. Так и сказал. Вернее, проключал. И я не вправе больше отправлять пробоведи во славу вашего старого... Мошенника. Мошенника. Скорого на грех старика. Нечто вроде тех, что живут в богаденье и не потеют над головоломками. Если у них что-то вдруг не получается, они тут же переворачивают столик. Я вас уверяю, не жил. Они придумали себе Бога, которому молиться. И именно так его себе представляют. Ну, все мои прихожане повскакивали за своих скамеек и побежали к своим черным, как враган, автомобильчикам. А я бежал им вслед и кричал. Бегите же! Закройте двери с тауней, чтобы не слышать истилы правды о вашем Боге! И все вы бежали. А я бежал и кричал. И, наверное, беднягам ничего такого и не оставалось. Не жалец. Плайзенд Бейли – это пешенебельное предместье большого города. И эти бедняги все до единого весьма состоятельны. И какова была развязка? Развязка? Ну, усаны меня не лишали. Однако на порог церкви больше не пускали. А еще супрятали в сумасшедший дом. С диагнозом тяжелое нервное расстройство. Это их больше устраивало. Вот так я оказался на этой дорожке, беджелкс. Вожу группы по белому свету, между прочим, гид. Духовное лицо с крахмальным воротничком и крестом. Вещественное доказательство. Чего ли вы совершенно? Того, что я лично представляю Бога никак старого машины. А как? А вот начнется сегодня пуля. Настоящий электрический шторм. И вы узнаете, как преподобный Логан Шеннон представляет собой Бога Всемогущего. Который иногда посещает сотворенный мир. Вы знаете, мишельцы, я хочу вернуться в церковь. Но я хочу проповедовать, что Бог это... Что? Гром и молния. Что Бог это... Вот Бог! И вот ему величие, дающиеся обвини. И я стою перед ним в этой веранде, этой ветхой гостиницы. Да еще и не в сезон. Предстаю перед ним в этой, с развращенной, захваченной сжатыми до золота конкисталорами стране, Которой помимо распятий еще и принесли из тяги инквизиции. Не совершенно. Мне кажется, что вы со всеми вашими прозрениями Обязательно вернетесь в мой взгляд. И вот тогда, когда выйдется очередное ненастанное утро, Вы окиньте взглядом своих прихожан, Их тупые, их самодовольные лица, и среди них Вы увидите несколько старых, очень старых лиц. И вот в их глазах вы прочтете с красным моего о помощи, О вере, надежде. И вот тогда вы не будете кричать в глаза твои, нет. Вы спрячете вашу жесткую проповедь куда-нибудь в алтаре И просто скажете этим людям, Может быть, ничего не будете им говорить, а просто... Что просто? Просто поддержите. Потому что вы, мистер Шерн, Вы знаете, как важно вот это слово Потешение. Можно посмотреть? Мистер Шерн, а подскажите, где хозяйка спрятала вашу футбук? Она велела отнести багаж во фликид. А где этот фликид? Да вот, недалеко под горой. Но все мои дамы, кроме одной Мидеи постарше, другой Мидеи помладше, Отправились на лодке со стеклянным дном обозревать красоты глубоководного мира. Но когда они вернутся, они смогут обозревать мои акварели с подписанными на них ценами. А вы фантастически хитрая пролаза. Так же, как и вы, мистер Шерн. Энергичное существо. Так же, как и вы. А, мистер Шерн, если вдруг дедушка проснется раньше, чем я приду, Вы можете за ним присмотреть? Я постараюсь не завернуться. Хорошо? И я тоже, дедушка. Быстрый и буйный быть юности надо, Ночь напролет танцевать до упаду, И ослепленный, ликующий взгляд Не устремлять ни вперед, ни назад, Сдабривать шутки. Сдабривать шутки. Вином искрометным. Вином искрометным, Не сожалея о дне мимолетном, Не замечая, как близок закат, Юный всегда Слепоте своей рад. Анна, Анна, какой у нас улов? Дедушка, Дедушка, садись, пора обедать. Что они положили тебе в ручку? Серебро? Или бумажку? Дедушка, Обедать. Удалось что-нибудь продать? Я им ничего не продавала, дедушка. Сколько отварели, Анна? Не садиться и не мать. Господи, Благослови трапезу нашу И нас самих. Аминь. Аминь. Фантастика. Фантастика. Ваше любимое слово, мистер Шенн. Да, мистер Шенн. Вот так вот живешь Двумя жизнями. Одной выдуманной, А второй достоящей. И кто знает, какая из них реальная? По-моему, обе реальными, Саша. Может быть и да, мистер Шенн. Ну, когда живешь своими фантазиями, Начинают преследовать призраки. Но мне казалось, что я здесь их одарею. Однако положение дела изменилось. Хозяйка обдоела и превратилась в веселую вдовушку. Мир любовью называет, Так и то, что старик скрипач играет, В хабаке подпит. А безумие, не шатаясь, он выводит. Он выводит. А безумие пришли. Он выводит. Зато, Ярик, вот беда. Миссис Лок. Я понимаю, вы недавно потеряли мужа. И, наверное, тоскуете в нем сильнее, Чем отдаете себе в этом отчет. Но вся беда Шеннель. Хотел сказать о нервном припадке. В самом Шеннель. Шеннель не для вас, а вы не для Шеннель. Ясно? Звучит музыка. Боба! Ваш бог, мистер Шеннель! Вижу, узнаю, но это паразит от меня волны, если я его не узнал. Девушка!